Черенкование черенкования Всем добрый день! Сегодня хочу показать вам результат черенкования моих растений. Дело в том, что черенкование я проводила не при помощи зеленых черенков. Черенкование я проводила уже почти в конце июля месяца, где-то в 20-х числах июля. И черенковала в этом году дерен пестролистный, розу чайно-гибридную и метельчатые гортензии. Несколько метельчатых гортензий я черенковала в конце июля. И две гортензии, вот они у меня здесь, я черенковала уже приблизительно в 10-х числах августа месяца. Итак, посмотрим, что же у нас получилось. Начнем с гортензии метельчатой. Открываем. Растет она у меня вот в таком стаканчике. 500 мл. Посмотрите, очень хорошая дала побеги. Зеленые. И черенок, как вы видите, коричневого цвета. То есть, эта гортензия уже... Черенок у нее одревеснел. Сейчас хочу показать вам корневую систему. Посмотрите. Корневая система, вот она. Хорошо сформированная. Достаточно длинная. До самого низа стаканчика она уходит. И я уже могу быть уверена в том, что этот черенок приживется и будет хорошо себя вести. Следующая гортензия. Также метельчатая. Опять-таки, смотрим. Тоже образовала три побега. И посмотрим, какая корневая система. Ну, вот здесь чуть-чуть похуже, но тоже. Она достаточно длинная. Уходит до самого низа стаканчика. Вот здесь, посмотрите. Прям таким пучком разветвления. Также черенок одревесневший. А вот эти две гортензии я уже черенковала в августе. Где-то числа, наверное, 10-11. Тоже еще более древесневший побег выбрала. И посмотрите, уже выпустила два побега. И посмотрим, что с корневой системой. Посмотрите. Прям пучком. Вот они корешочки. Посмотрите. И разветвляется. То есть должна вам сказать, что корневая система уже успела сформироваться. А значит, растение хорошо перенесет зиму. Вот еще одна августовская гортензия. Здесь вообще, посмотрите, какая прекрасная корневая система. И тоже два небольших зелененьких побега она дала. Что могу сказать по гортензиям, что черенкуйте даже одревесневшими черенками. Они успевают прижиться, успевают нарастить корневую систему. И думаю, хорошо перезимуют. Так, что у нас с розой. Чайно-гибридная роза. Название я ее не знаю. Но она зеленая. Выпустила один маленький побег. Но корневую систему я здесь пока что не наблюдаю. Пока что ее нет. Но, судя по всему, черенок хорошо прижился. У меня просто был опыт черенкования розы. Об этом есть видео на канале. Недавно вышло. Посмотрите. Те, кого интересует. Розой, думаю, тоже прижилась. Просто не хочу ее сейчас доставать из стакана, дабы не повредить корневую систему. Также я черенковала дерен. Но с дереном несколько здесь хуже получилось. Открываю вам стаканчик. Посмотрите. Он, конечно, в не очень хорошем состоянии. Листья у него засохли. Два черенка здесь опустила я. Корневую систему я вот вижу. Здесь вот чуть-чуть намечается она. Но давайте один черенок достанем. Посмотрим, что же мы имеем. Аккуратненько извлекаю из земли. И что мы можем наблюдать? Посмотрите, пожалуйста. Уже появляются корешочки. Но честно вам скажу, что если не появятся какие-то новые побеги, то вряд ли этот черенок, он вряд ли перезимует зиму. И несмотря на то, что, посмотрите, у него достаточно неплохо сформированы корни. Вот они. Использовала я корневин. Пока оставляем. И вот этот черенок тоже хочу извлечь, чтобы вам его показать. Здесь очень хороший такой земляной ком образовался. И посмотрите, какое количество корней. Вот они. Вот они. Все корни достаточно такие хорошие. Такая мочковатая корневая система. Посмотрите. Пока я его оставляю. Тем более, что сам черенок еще зеленый. Возможно, здесь пойдут побеги. Какой вывод я могу сделать, что, конечно же, черенкуйте свои растения. И не только зелеными черенками, но и одревесневшими черенками. Они хорошо приживаются. Стояли они у меня в теплице. В помидорной теплице. И постоянно были прикрыты вот такими стаканчиками. Периодически их открывала. Проветривала. Полив. Был очень такой не сильный полив. Вот. И череночки хорошо прижились. Ну, а о том, где эти череночки сохранять, я думаю, вы посмотрите мое видео, которое есть у меня на канале. Должна сказать, что черенки я оставляю в теплице. Единственное, что те, которые... Череночки, которые выпустили совсем маленькие побеги, вот эти августовские, скорее всего, что мне придется эти череночки забрать домой и сохранять их на балконе, укутать как-то, чтобы им было комфортно и тепло. Тем, кому видео было полезно, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!